Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Принеси ветвь оливкового дерева. ДimaTorzok ДimaTorzok Мои товары только для мудрых и могущественных. Удачных странствий! Принеси ветвь оливкового дерева. Принеси ветвь оливкового дерева. Принеси ветвь оливкового дерева. покупателей спартанцев быстрее что ты хочешь а Прощай. Да. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Ладно, все-таки, чтобы постоянно не включать-выключать, наверное, лучше его включенным держать. На случай, если родится какая-нибудь интересная мысль. Так вот сейчас то, что паленые крыши бегают. Все-таки говорили, что там голем беспонтовый, еще что-то, да? Вот, например, заклинание огненного щита, оно такие не бесполезное. Оно не сильно, вроде бы, снимает у врагов урон, но все равно оно иногда очень сильно помогает, когда они подходят, и у них резко уменьшается здоровье. Особенно, если это вот такие вот не особо сильные товарищи, типа крысы-людей. Хотя их, конечно, и без этого можно забить, наверное. Но с этим гораздо прикольнее. А то, знаете, несправедливо, что в играх обычно это только для нас правило, не подходи, убьет. А враги могут нас, типа, касаться, сколько влезет. А вот тут нетушки уже. Контачуис. Так, ладно. Что-то тут какие-то уже зеленые арахниды пошли. Это уже даже не на пауков больше похоже, а на кузнечиков. Или богомолов. Как же медленно эта линия заполняется, а? Не, я бы охотно посмотрел на того героя, конечно, кто это в одиночку, там, я не знаю, за пару часов пройдет, но по-хорошему, для вдумчивого прохождения новичку, я думаю, нужна... Нужна не одна неделя. Чтобы тут все правильно сделать. И куда-то продвинуться. Так, сейчас у них что-нибудь полезное выпало? Шарообразная булава. Не знаю, по-моему, это все штуки слабее, чем то, что у меня сейчас есть. О, кстати. Сделаем-ка мы вот что. Вот это сюда переложим. И таким образом во втором инвентаре у нас будет больше места. И все-таки у нас есть одно основное задание. Добраться в эту засранную оливковую рощу. Убить там, наконец-то, паучиху. И тогда, наконец, поговорить с оракулом. Хотя, честно говоря, я уже сомневаюсь, что он нам такого может сказать. Необычного и помогающего, чего мы еще не знали. Или он нам, типа, скажет, куда пойти, чтобы убить вообще всех монстров. Путем уничтожения их самого-самого-самого главного вожака. Так, а вот он и выход из пещеры. Да, я вообще, конечно, когда сюда шел... Ой. Когда сюда шел, рассчитывал не боссов здесь не пещеру тут найти, а кое-что другое. Просто еще не до конца запомнил, какие здесь метки. Ух ты. У меня и на выходе делегация встречает. Я даже не буду заморачиваться, отходя от них. Вот так вот. Так, а что у нас в груди костей? Ожерелье. Защитный баклер. Большой шлем. Сосновая палец. Ну, сейчас, наверное, вообще мало места осталось, да? Да, точно. Так, большой железный шлем. 36 защиты дает. Для него необходима дофига силы. А у нас, кстати, сколько сейчас силы? 99 всего лишь. Окей. Интеллект 141. Ловкость 91, да. Но нам еще ни разу не приходилось в этой игре в интеллектуальном батле участвовать, поэтому сомневаюсь, что это сильно что-то даст. Так, что тут у нас? Ничего, да? Да, никто не откликнулся. Да, никто не откликнулся. Ладно. Я покажу ему устраивать разнос, наверное. Хотя... А, да. Не хочется надолго отыграть, отвлекаться. Мне надо валить в Ковую рощу. Мне же писали в комментариях, где она. Я понимаю, что она там недалеко должна быть. На пути из Мегар в Дельфы. Но проблема в том, что этот путь довольно-таки длинный. И это, по-моему, далеко не единственная остановка, которая у меня там была. Поэтому проделывать его весь опять будет утомительно. Это все равно никого не чешет, а меня тем более. Это все равно никого не чешет. Это все равно никого не чешет, а я трое самиховато. И еслиären на духе вilim брака, то вы можете допускать секунду. Это все равно никого не чешет. . Иγури abusом не прежать. И не Industрия, безholdного банка, ели зацет. И в день за тем более, кляния Wrap bez tutto. Самая dynamитка смотрите у него. Да, далеко-тампension. Субтитры сделал DimaTorzok Так, извините, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотя ладно Так, опять эти гребаные дельфы Да, да, да Пошли куда-нибудь Кажется, нам на юг надо было, да? Так, сейчас подождите Фонтан Воскрешения Арестон Остеоха Понятно, ладно Это все городские объекты Нам надо во внешние пределы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну они и распсиховались И тогда получается, что я на стороне угнетателей Давай, лечись уже Да, никто ведь Не пытался с этой стороны рассмотреть Меняются ценности И взгляды на самые неожиданные вещи меняются тоже Так, ладно, сейчас они меня всей толпой забьют Мне надо отбежать, чтобы я огненную магию мог применить Давай Срочно лечиться Фух, обошлось Не, ну нихрена их тут Срочно лечиться Срочно лечиться Срочно лечиться Ну что ж Наверное иногда полезно ей это делать Хотя у этого свой недостаток Подохнув мы же сразу Оказываемся у этого колодца воскрешения Это за много-много миль от того места, где я хотел бы быть Если я буду подыхать слишком часто Я никогда не доберусь До этой чертовой рощи Не знаю Я конечно не уверен Мне надо перечитать миф опять Но по-моему Все-таки По-моему все-таки Оракул не был таким ограниченным В плане того, что именно ветвь ему привык подносить Он разные дары предпочитал Так Ладно, пока тут ничего не изменилось Блин Печально, что только к порталу можно телепортироваться А не в любое место То есть Так бы взял Хотя бы чуть-чуть ближе бы к ней телепортировался Ладно Это все бесполезные жалобы В игре все равно ничего не поменяют Хотя, кстати, надо будет этот Anniversary Edition попробовать как-нибудь потом И вот интересно Он как и Moral Steel Front Тоже требует, чтобы обязательно была установлена Оригинальная игра Будучи при этом самодельной игрой Или все-таки нет Там больше программных ошибок Чем здесь Или меньше Да Да Благодать такая Тишина Да Видимо все вымерло в воскресенье Поэтому Трясти кулаками и злопыхать бессмысленно В конце концов Ко мне еще виниш Это у меня все В заднице свербит И мне постоянно хочется что-то делать Так, это меня еще цапнули что ли? А, да У меня же все У меня же все магические эффекты снялись Надо опять и щит создавать И волков призывать Да, вот Паук это всего лишь насекомое Хотя на самом деле Паук это нифига не насекомое Это там отдельная классификация В беспозвоночных Но тем не менее У них паук это насекомое Хотя паук это паукообразное Я помню как в детских книжках Поправляли еще типа паук дети Это паукообразное А насекомые Это другие совершенно Создания Комары, мухи Муравьи, кстати По-моему, насекомые тоже Скорпионы тоже паукообразные А не насекомые Не знаю, если подумать Все довольно бессмысленно У нас, правда ведь Вся эта наша система образования Мне так много откровенно Бесполезных вещей Вещей, которые вы Гарантированно забудете Но было что-то и прикольное Конечно, в школе И все же я рад, что я ее закончил Какой бы дерьмовой мне сейчас не казалась Моя жизнь Раньше она была гораздо дерьмовее Интересно, будут ли в этом выпуске Вообще хоть какие-то интересные события Пока что мне не получилось Не прокачаться Я думаю, конечно, еще часок побегаю Или меньше И уровень поднимется Привет, красотки А этот дебил опять к ним бежит Все-таки непродуманное тут управление Знаете Было бы гораздо удобнее Если бы Не то по нажатии кнопки Делало ему бег, да и удар А, например, можно было бы Менять команды Типа бежать Вот на эту кнопку А атаковать на эту Чтобы не было вот такого дерьма Что ты хочешь выстрелить в кого-то А он вместо этого бежит К этому существу Это очень сильно мешает А иногда даже оказывается фатальным Давай лечись быстрее Блин, ну сколько же их тут, а Ладно, сперва надо мага нейтрализовать Маг самый опасный всегда Так, ладно Эту хрень надо разломать И вот эту Так, лечись, лечись давай Все, отлично Ну вот он опять Должен стрелять, он бежит Это же никуда не годится вообще О, еще одна Вообразила себя Артемидой Инвентарь полон Окей Жалко за торговлю никакой прокачки не дают Я бы уже прям до небес взлетел Не вижу, конечно, смысла так себя утомлять Еще странно, почему на Twitch не идет рестрим По всем признакам он должен идти Да Я совсем не в кайф ругаться с людьми Но приходится Так Куда бы мне отправиться В Гелос, может быть Ну Проще всего торговцев найти в Дельфах и в Спарте, по-моему Поэтому я в основном туда и летаю Вообще не знаю Нашли бы какое-нибудь место, где нету монстров, да И дружненько туда телепортировались Потому что, видите, убивать же их бесполезно Они снова и снова появляются Поэтому Мне кажется, со стороны вот всех этих людей Что тут живут, было бы разумнее бежать Просто тут, кстати, оружейника, по-моему, нет Оружейник-то мне, наверное, больше бы дал за оружие Не, все-таки, знаете Эх, все-таки я бы хотел этот шлем Который 36 защиты дает На мне до него качаться и качаться Жалко, конечно, что Мне эти игры не попадались раньше Но Здорово, что они у меня есть сейчас И в целом, эта игра, она очень даже хорошая Но Я не уверен, что у меня на нее хватит терпения и усидчивости Хотя после висит заполище Пожалуйста, не трогай ничего Оттуда все хорошо видно Да я и не собирался ничего трогать Мужик, расслабься Так Сейчас мы посмотрим, что еще можно Так, ну это мы не будем пока, да? Продавать Так Это мы продадим Так, лук Ну, лук нам не нужен, по идее Мы же посохом всех фигачим Как настоящий крутой маг Поэтому лук ему тоже отдаем Да? Что там еще я хотел ему дать? Из вещей Топорик, по идее, мне тоже не нужен Палец не нужна Шлем мне немного жалко, но Мне сказали, типа Ты же маг, вот и будь магом Нечего выеживаться и силу поднимать Так что щит То есть этот шлем пусть тоже забирает Хотя он, конечно, неплохой бонус Неплохой бонус давал к этой самой, как ее там К защите Ну, тем не менее Так, ну мы немножко расчистили место в инвентаре Да И тебе не хворать, мужик Так, ладно Теперь можно обратно Я правда сомневаюсь, что даже если я найду эту проклятую паучиху Что я ее забью, потому что Ее вампирские способности отлично помогают откачивать мою жизнь себе В результате чего мне все дурнее и дурнее, а ей наоборот все лучше Но будем надеяться, мы как-нибудь с этим справимся В принципе у меня много зелий Вот суки, они меня чумой заразили Так, стоите, ребят, надо подлечиться Так Да, привет, Вань Рад, что ты заглянул Так, еще одна киса бежит Блин, и у нее тоже эта хрень Так В принципе от некоторых даже как бы бесполезно убегать Они слишком проворные В отличие от нашего героя Давайте, ешьте ее, волчки У лучников в качестве врагов я люблю Они просто стоят и стреляют на месте Это гораздо приятнее, чем когда к тебе подбегают И охаживают тебя какой-нибудь дубиной Ну, хорошо, что выдалось Жаль, конечно, что, очевидно, не у всех воскресенье свободный день Да, привет Саш, рад тебя видеть О, сатиры пошли Так, где там эта хрень Огоньку Да, отвлекайтесь лучше на волков Уважаемые сатиры Все отлично Этот сдох Все отлично Старый сундук Кольцо энергии Кстати, радует, что заклинания очень быстро стали перезаряжаться А то раньше очень долго приходилось ждать Возможно, это отчасти благодаря каким-то из моих предметов Получай, сволочь Так, отлично Мы уже неплохо в уровне поднялись Хотя, с другой стороны, конечно, если бы мы попробовали от них убежать Просто мы, может быть, больше бы времени экономили А вот сюда я зря зашел Так Где там это? Девятое вроде, да? Да Все отлично Так, тут тоже выхода нет Нет, тут он есть Беги-беги А, черт, я в тупик забежал, да, опять Значит, не важно О, колодец Раз тут на пути колодец, значит, близко к какой-то сюжетно-важное место Правда, где оно, остается открытый вопрос Особенно с этим дебильным Tag Not Found Не знаю, сделали бы уже Уже было столько бесполезных обновлений в Steam Сделали бы, короче, обновлений этой игре, чтобы Tag Not Found заменилась нормальным текстом Так, придется еще один потратить А, вот, на девятку, а не на восьмерку, извиняюсь Так, мы в Синдеке чуть-чуть полезны Вообще, конечно, ребят Не, ну может быть, кто-то, конечно Сможет это как-то пофиксить Я, по-моему, искал На тему Как пофиксить этот тупой баг Но там ничего меняемого не нашлось В общем, если вы будете Если вы Не знаете, как это пофиксить Но если планируете в Steam Короче, играть Играйте лучше в обычный Titan Quest, который не Immortal Throne Он, в принципе, мало чем отличается Но там хотя бы не будет этого дерьма Я-то как бы уже начал в этот Как бы поздно Начинать заново Да и не охота Вон, я уже до 12 уровня прокачался Это было совсем не быстро и нелегко Поэтому я как бы начал в это И продолжаю в это Но вам лучше как бы играть Все-таки в другую версию Хотя, может быть, этот баг не у всех есть Как тебя зовут, красавица Tag not found Tag not found Да, помнится Это моим одноклассникам В школе часто говорили Что они Скачут как Точнее Топают как кони Но у этих ребят Это в буквальном смысле Наблюдается Проклятие Не знаю Я На хрен Пойду, наверное, в Мегары Там, наверное, все-таки Ближе к этой проклятой рощи Чтобы она сгорела Хотя она и сгорела Надо будет подумать Как эту запись назвать Наверное, как бы я Начало Ну, запись начала Где я там Как-то не очень умело Пытался в полисквест играть Я, наверное, удалю пока что Может быть, потом заново Попробуем Не знаю А вот В этот самый А вот эту запись Под Titan Quest Я сохраню, наверное Все, просто Просто не обращаем внимания На этих придурков Так, ладно Зеленая какая-то хрень На карте Сверху справа Осталось только найти Где туда проход Еще мне ужасно Надоело Лечебное зелье Тратить Сейчас бы где-нибудь Постоять в спокойной Обстановке Чтобы восстановиться Разумеется Разумеется Такой возможности У меня не будет Ребята Ребята Вот это значит Крутой брутальный мужик Только успеваю убегать Пока на куски не порвали Да Да Я думаю, что Я все-таки В следующий раз Наверное буду В XCOM играть Современный Потому что я хотя бы знаю Я его хотя бы проходил И поэтому у меня У меня больше в нем Уверенности Ну все, конечно Ведьмака попробую Раз меня просили Но Не знаю Что с этим получится А то этот товарищ Который просил Он сам не очень-то часто ходит Вот врет же название Ни хрена этот берег Не тихий Все Бежим Бежим На этих тупых Долгопятых Призраков Не смотрим А тут нет выгода Не, прикиньте Если бы в мифах Так было Убил значит Убил значит Герой Какого-нибудь монстра Потом лег Поспал На следующий день Просыпается А монстр снова живой Как ни в чем не бывало Это как бы Делает бессмысленным Само существование героев Не Не знаю Меня даже Обязательные Рефайты всегда бесили Точнее Точнее они меня всегда Они меня всегда очень бесили Тут слава богу Не обязательные Но все равно Напрягают Все нахрен Ладно У нас есть миссия Поговорить с этим Капризным Тупорылым Оракулом Поэтому к ней Мы и будем двигаться Не отвлекаясь На этих Придурков Хотя с другой стороны Конечно очки опыта Лишними не бывают Это чуть ли не единственный Способ их получить А может быть И не чуть ли А единственный Потому что По-моему Побочные кусты Я сделал Хотя возможно Не все Так Отлично Так стоять Что это за хрень Алтарь шипов Ладно Видимо это он Жердя эти Бегают за нами Надеюсь я все таки Приду в итоге В рощу Надо что у меня перестали все дружнохаживать Это же чудесно Столько пути Прошел и все зря Давай теперь топай заново Ну ничего Пока что попробую Блядски Гребаные кошки Нет мне их больше не жалко Я хочу их убивать Причем желательно Пожестче как-нибудь Серьезно ребята Вот если у вас все настолько плохо В крае где вы живете Да то есть там Не только вот кошки эти живут Например Ну и зомби И пауки И прочая срань Ну любой бы нормальный человек Отсюда свалил Но греки очень любят свою Видимо землю Прям очень сильно любят Прям Жить не могут без нее Наверное это тот самый Воодушевляющий патриотизм Хотя по моему Это больше на глупость похоже Так Где-то рядом с этими руинами По моему должно быть То место куда я стремлюсь Но я точно не уверен Так давай огонь Огонь Очень хорошо Сколько там еще Еще примерно столько же качаться Так вот тут и вниз можно зайти Да Или нет Видимо нет Лестница сломана О Это же зелье Давай бери этот гладий Может конечно мне бы давно Уже стоило что-то поменять Еще помимо моего Одеяния Да не беги ты туда Кретин Такой умный И все еще такой кретин Видимо высокий коэффициент интеллекта Это еще не все Без умения его применять Так что-нибудь еще тут есть полезное Ты не можешь нести больше Ах не могу Ну ладно Не могу значит не буду Сейчас подумаем Да Странное кино конечно Взяло все на твиче и отвалилось Я пару раз топ старт сделал И все равно Не идет Наверное это вина гудгейма Что он не может сейчас рестримить Да в принципе все равно там На твиче редко что бывает Ты не можешь нести Не можешь поднять По большому счету он скорее как запасной вариант Но используется Как что-то такое Неплохой в принципе запасной вари А это все за хрень Я что-то его не помню раньше Гнилые кости Ай-яй-яй-яй-яй Пи-пи-пи-пи-пи Еще давай пей Какой-то цукин сын живучий В принципе Учитывая что он сам юзает огненную магию Ему наверное пофиг на нее Умри умри сукин сын Сука Один процент где-то оставался У него Печаль Печаль И я снова здесь У этого восхитительного чекпоинта Так ладно Давайте посмотрим что у меня в инвентаре На предмет того что я могу продать А что мне было бы лучше отставить Вот это например наручни Да или что Да это наручни 24 В общем разница между тем что я сейчас ношу И тем что я подобрал практически нету Гарантий я не даю ни на что Че это хрен дает Так ну это дерьмо слишком слабое Ладно продадим ему пожалуй один из щитов Точнее два щита Точнее два щита Точнее два щита Точнее два щита Точнее трое ungefähr Точнее два quantity Точнее два щита Точнее два щита Точнее два щите так сколько мне теперь интеллекта 137 в принципе даже без этой короны остаюсь умным так что но и сопротивление яду в принципе мне это еще может пригодиться ладно остальное пока оставим прощай место расчистил достаточно куда бы нам слетать пожалуй квартал и 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 так посмотрим сколько трансляции идет часу 17 минут ну в принципе не так уж много да для трансляции Хотя это, опять же, та, которую я после перезапуска включил. На самом деле она дольше идёт. Я думаю... Ещё немного побегать можно. Но пока что я ненадолго отойду. Перейду, так сказать, дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Ну да, по-моему, в пещерном Хотя вроде он там не особо-то прячется Но там какое-то все же место такое хитрое Что можно пройти мимо и не заметить Хотя тигры это еще щадящая игра Там нету гейм-оверов Может мне действительно надо больше В какие-нибудь простенькие детские игры играть Не требующие большого напряжения Но опять же я ведь прошел недавно Нью-Вегас И этот самый Как его звать-то, господи X.com Enemy Unknown и Enemy VFIN Так что может не все так со мной плохо Вот я думаю, что скорее всего Я потом попробую в стриме перепройти Нью-Вегас и Enemy VFIN Мне правда Я как бы Нью-Вегас проходил на анархическую концовку А мне возможно То есть я решил попробовать пройти на концовку НКР А ради этого, наверное, придется уничтожить Братство Стали, что не очень-то просто Ну точнее их базу Ну посмотрим Пока что у меня удалены и Нью-Вегас и X.com Ну конечно Поставить их обратно Это совершенно не долго и не трудно В общем посмотрим Не убежал Может быть стоило бы перераспределить какие-то умения Я даже не знаю Привет, Фарод Новая версия, в смысле Универсия Эдишн Нет, она у меня есть Но ее, во-первых, долго оставить Во-вторых, мне же там придется Скорее всего все начинать сначала Но я не хочу все начинать сначала Потому что это очень утомительно и долго Да, привет, кстати, все, Волод Да, 12-й пока что уровень Я не знаю, поднимусь я сегодня до 13-го Или мне раньше надоест Потому что я уже собирался все бросить До того, как вы пришли Ну ладно Тем не менее Пока что я прям всю свою силу воли Так собираю в кулак И противостою желанию послать все нахрен Ну ладно, не нахрен Это, как я уже сказал В отличие от Visit the Police Это хорошая игра Поэтому здесь скорее не нахрен А что-нибудь мягкое и милое Например, пойти погулять Кстати, Фарод-то все еще с нами, да? Нет, он не с нами Замечательно Я обожаю этих людей, знаете Задать вопрос И не дождавшись ответа убежать Какой смысл его тогда задавать вообще? Если ты его все равно не услышишь И тратить время на установку тоже Хотя ладно, к черту Я это Я ему это в личку напишу Раз уж он спросил Так, как там профиль Возможно, конечно, я был очень долго отвлечен Он подумал резонно, что я ему как бы и не отвечу Но, блин Это же не так Я просто отвлекся Субтитры сделал DimaTorzok Вот я ему в личку Короче ответил Хотя скорее всего в этом не было смысла Я не думаю что новая версия как-то проще и проходимее Хотя возможно там нету дебильного Tag Not Found бага Не знаю я могу конечно Ее прям начать сейчас во время стрима Устанавливать но ребята это займет не меньше часа Скорее всего Вы готовы вот просто час я не знаю Пялиться в заглушку Слушая какую-нибудь рандомную музыку Я могу это устроить но Мне жалко своего времени и мне жалко вашего Тем более что у меня напоминаю ночь Причем довольно глубокая ночь Спасибо замечательному новосибирскому прави Или кому там администрации Ну короче тем гением которые придумали Что нам надо час на То есть время на час вперед перевести обязательно Потому что ой рассвет слишком рано наступает Ой кошмар Ой бедные крестьяне не выдержат Не знаю может у меня Может среди прочего это мне здоровье ухудшило А то что у меня блин Биологические часы сбились из-за этого бреда Слава богу я хотя бы стимовски перенастроил так Что я теперь могу продавать предметы из инвентаря А то я даже этого не мог Спасибо ребята Вы гений кто придумал часы перевести Вот прям Ладно спокойствие Только спокойствие Опять же на всякий случай дисклеймер Я ни к чему не призываю Я просто говорю что мне Мне хреново Но это пройдет Мне часто хреново Но это всегда проходит Ну Да собственно я так Знаете увлекся Жалобой на новое время И на прочую чушь Что я забыл куда я бегу Так у меня чего огненного щита нету Исправить срочно Ладно пойду наверное в Гелос набивать уровень Это реально для любителей знаете Медленной такой Вдумчивой прокачки То есть Для суровых РПГ фанов Я наверное все таки слишком казуальный игрок для этой игры Мне все таки больше бефездовская система нравится Которая такая знаете Она конечно У нее свои идиотские моменты есть Но она какая то более интуитивно понятная Хотя она тоже долгая Но там по крайней мере можно получать очки Не только за то что монстров убиваешь А также за взломы там всяких знаете сундуков За успешное убеждение в разговоре За торговлю И опять же там есть знаете Более разнообразная кастомизация Это ни в коем случае не значит Что например эта игра плохая А та хорошая Это просто Я о том что та удобнее для меня Лично Разумеется в других людей могут быть совершенно другие взгляды И предпочтения Ух ты В Швеции сделали Шестичасовой рабочий день без уменьшения заработной платы А какой у них раньше был рабочий день Он был больше или он был меньше А вместо 8 В 8 часов Но тогда хорошо что не уменьшили Да Вообще Швеция вроде в плане социальной гарантии Считается одной из лучших стран для жизни Кстати я знаете Я помню К нам как то в ВУЗ какой то швед приезжал И как раз рассказывал как у них там все интересное Устроено и так далее И предлагал типа заехать Но по моему вот у нас были люди которые в Польшу ездили А вот в Швецию нет Потому что там по моему типа за свои деньги надо было А деньги немаленькие на это требовались Вообще наверное было бы интересно в Швеции побывать Все таки красивая страна там Города Архитектура опять же природа Может быть удалось бы посмотреть ту улицу где жила Астрид Лингрен Эти вообще с полплевка теперь подыхают Потому что это самая первая локация Правда за них очков мало дают Но Хоть какой то отдых Астрид Лингрен Эти да новый портал жалко нельзя два портала соединить давайте теперь в парте кого-нибудь убьем на к сожалению от в яндексе пытаюсь новости смотреть но они основном там очень мрачные всякие кто-нибудь кого-нибудь убил кого-нибудь не нашли и так далее хотя бывают и более позитивные на вот этих ребят можно не стесняясь называть козлами потому что они в буквальном смысле козлы о маг за него наверно много дадут или нет не ну видите сколько еще качать блин одуреешь а и и и и и хорошие волки так чума на него не подействует по идее нет действует смотрите-ка вот на зомби вроде не должна на до 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 мы блин теперь я горю так чтобы мне выстрелить чего волки сдохли оба сразу главное большинство заклинаний мне я не могу на бегу применять не обязательно надо где-то остановиться если остановлюсь они меня уже гарантированно затопчут такой толпой справиться нереально просто на это минус все вот ты прав давай пей уже свою микстурку чувак вот такие вот пироги да да такая толпа именно огроменная просто я бы сказал на обидно что герой вынужден опять помирать еще что он очень ограничен в передвижениях и сохранениях не все таки не бывает софилу в одном ряду с гераклом и и соном и другими крутыми чуваками все знаете на самом деле все таки чаще всего старых историях маг он персонаж вспомогательный это не особо много помню знаете каких-нибудь мифов легенд или сказок чтобы именно волшебник был в центре внимания хотя может просто сходу не вспоминается может что такое есть часто конечно у нас есть гарри поттер у нас есть там кто еще этот волшебник земноморье не знаю например первое правило волшебника там вроде персонаж не совсем маг он просто умеет это в том числе но он как бы и мечом орудует активно гэндальф например в властелине колец он тоже можно сказать помогать на персонаж то есть он главный но все же не самый главный потому что самый главный персонаж в истории это но вот в властелине колец фродо а в хоббите бильбо вот так что так таким образом в принципе как бы понятно что это рпг тут нужны разные классы но так чисто если подумать и проанализировать но вот именно эпическими героями маги то в общем то и никогда и не становились особо может быть я не прав может быть я не прав вы можете меня поправить в комментариях там если вспомните какие-нибудь примеры о которых я забыл можете опять же написать так сейчас но я вообще в общем то так себе ситуацию представляю это сколько же мне еще их надо грохнуть чтобы эта штука заполнилась совсем более интересный вопрос где мне это делать наверное лучше рядом с дельфами это же последняя локация вообще наверное я неправильно поступил мне надо было забить как бы паучиху да и только потом идти в дельфы а то теперь я могу блуждать всю гребаную вечность нет я конечно могу так сейчас попробовать открыть последнюю запись и глянуть что мне там написали но учитывая что мне совершенно не помогли чужие указания на место где находится вероника хотя нет стоп подожди нет нет все таки мне помогли зубовские указания он же мне по моему написал что она возле такого-то торгового поста вероника в нью-вегасе вот я значит на карте нашел где-то торговый пост и встретил ее так что в принципе может быть мне все таки это поможет ну-ка давайте посмотрим просто мне один чувак писал где это роща хотя я все равно скорее всего туда не добегу тупо из-за монстров я в какой-то момент просто задалбывает их бить я просто бегу и не оглядываюсь попадаются такие монстры что их толком и не забить и не убежать так это не то это просмотренные а мне нужно мой канал видео ща я найду я надеюсь здесь пока ничего нет what the fuck там как минимум должно быть написано такое-то видео добавлено в такой-то плейлист youtube опять дурит ну ладно хрен с ней в общем то с тем что лента в ютубе не прогрузилась главное что прогрузились сами видео так почти молчаливый стрим с тем не кстати вчера лента комментариях не прогружалась под одним видео так сверху над болотом м достаточно взглянуть на карту но для начала где здесь болото опять же они по моему между мегарами и дельфами ахахей господи боже может надо было не выпендриваться и выбрать путь воина может просто магия это не мое как там говорила мне мама иди в войны но я ее не слушал и вот он результат неудивительно знаете удивительный психологический парадокс с играми с некоторыми когда ты в нее долго не возвращался вот возвращаешься думаешь а че я в нее чаще не играю все же все же вроде нормально в ней а потом поиграешь и думаешь боже какая жесть лучше мне еще отдохнуть хе-хе-хе мда хе-хе-хе хе-хе-хе блин да, жесть не знаю что мешало бы возле где-нибудь возле этих болот впендюрить портал не знаю а да кстати еще по поводу игр в которые можно было бы поиграть и которые можно было бы пройти и Air Majestic Knights эпизод 2 не прошел из-за бага но по идее я могу попробовать его значит вне стрима перепройти до того места на котором образовался баг и попытаться ликвидировать то что по-моему вызвало баг если это получится да пройти эпизод спокойно там правда будут кошмарные головоломки потом после того как мы выберемся с этого самолета но тем не менее кстати я очень жду 3 эпизод Majestic Knights но они еще целую вечность его пилят блин да вообще говорят конечно если комбинировать типа способность вампира да то есть способность тень со способностью природы то проблем со здоровьем не будет вообще я как-то не уверен опять же я не смогу это проверить пока не начну заново вернее вроде мне говорили что если подняться до какого-то определенного уровня то тебе дадут третью способность выбрать но я не уверен мне может быть еще долго до этого качаться ой ой кстати интересно в anniversary edition может быть все таки доступен нормальный мультиплеер может быть если в это играть с кем-то то это проще и веселее потому что вот resident evil 5 я например сейчас начал проходить да точнее уже не начал скоро закончу но суть в том что я пробовал в него один играть и знаете какая то ну довольно тяжело было вот а когда с человеком с другим играешь как то бодрее гораздо выходит и лучше правда все равно бывает что не знаю я куда то не успеваю вовремя добежать и мой партнер помирает из-за чего как бы и человек недоволен и мне самому стыдно или там еще что нибудь в таком духе но это все таки реже и все равно с компом с человеком я думаю больше проку чем с компом потому что комп он гораздо чаще тупит и ошибается как ни странно это может быть не самый плохой искусственный интеллект конечно у шевы прописан но все равно ай болото ой теперь мне даже до болот добежать проблема потому что нет я помню примерно где они но блин ах не знаю может быть во все игры надо так немножко поиграл и потом это отставил на неопределенное время но блин не все они такие тяжелые с одной стороны а за другой в некоторых играх бывает ошибочное знаете такое ощущение что ой а вот это очень интересный проект или ой а вот это очень интересный проект или а вот это на самом деле не так уж и сложно я это пройду а потом знаете застранишь там на пару месяцев и проклянешь все на свете ой господи я нечаянно на рабочем столе значок нажал плюс еще в стиме во первых должно скачаться да и установиться но это чуть меньше конечно времени занимает уже установку по сравнению со скачиванием но все равно а со скачиванием еще как повезет иногда скорость в стиме вообще убитая потом потом надо будет уже короче подождать пока там директ икс настроится прочая срань кстати хрен его знает вот это они типа знаете переиздали но может быть там блин может быть там системные требования возросли так что я уже не потяну хотя по идее не должны были опять же вот этот самый как его звать там battlezone во игра 98 года да то есть она по идее должна быть очень простая очень такая понятная для системы да то есть вот как какое переиздание а ну вот мор утопия да мор утопия 2005 года игра переиздали вожди вот подтянули там качество графики текстурок все дела вот и она прекрасно идет и прекрасно захватывается вообще с ней никаких проблем то есть видно ребята постарались а игра из недавнего прошлого то есть уже не самых как бы не самых крутых по современным меркам но не самых хилых компов требует прям скажем но все хорошо а это игра 98 года но они не смогли battlezone этот замечательный редукс или да редукс оптимизировать как надо и поэтому он адово страшно тормозит так что играть становится почти невозможно я такой блин купил такой радуюсь ой думаю battlezone тот самый короче про альтернативную историю про борьбу ссср и сша за солнечную систему со всеми этими танками со всеми этими удивительно красивыми миссиями на марсе и других планетах там плутоне сатурне думаю ух сейчас наиграюсь вспомню так сказать детство хрен там плавал так это позалипал позалипал немного и не знаю матюгнулся забил пытался писать в техподдержку но там типа кто-то другой писал а на моем компе все нормально это не у всех и ничего короче никакого проку не добились но я чисто чисто из упрямства не стал рефунд требовать хотя по идее у меня были все основания для этого ах ах покажу я думаю в любом случае я вот сейчас когда закончим и все-таки глянем сколько оно будет natuur сколько оно прямо которое приносит и какое время закачки sky авто аниверсари ну я не думаю, что употребляет скорее всего, просто не будет тегнофаунд это в лучшем случае если все будет хорошо но может быть будут какие-нибудь другие баги не уверен что я буду его стримить посмотрим посмотрите сколько красавцев прям и сразу всей толпой насыпные придурки блин мог сколько тут до хрена всего ты не можешь поднять больше так ладно у меня чаты свернулись я их сейчас опять разверну на экран так привет камино я соло играю пока что по крайней мере я так понимаю steam то он не поддерживает блин эта самая связь да то есть надо чтобы в это по сети играть устанавливать какую-то хрень ну ладно черт с ним я все равно тут буду еще долго как идиот бегать скорее всего из угла в угол поэтому поставим заглушку так сейчас посмотрим все посмотрим давай принципе steam он иногда врет насчет времени которые потребуются на закачку и он называет одно число в итоге быстрее справляется так 1 час 37 минут со скоростью что там одна целая двадцать четыре тысячных килобит в секунду требуется место пять тысяч восемьсот пятьдесят пять мегабайт доступно на диске девяносто одна тысяча девять мегабайт не сделали steam сервера но слава тебе господи да пишет 5 и 4 гб 1 час 42 минуты ладно я пока остановлю запись в любом случае трансляцию может пока еще не буду ну